МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отметил глава региона, сегодня в республике создается эффективная комплексная система переработки и утилизации отходов. Напомним, в Новочебоксарске на условиях государственно-частного партнерства построен и работает один из современных мусоросортировочных полигонов. В муниципалитетах предусмотрено строительство трех межрайонных мусоросортировочных комплексов. Михаил Игнатьев также доложил о реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. Подробности в нашем следующем информационном выпуске. А сейчас к другим темам. В Чувашии одни из самых низких цен на социально значимые продукты. Итоги инфляции за 2016 год обсудили сегодня на еженедельном совещании правительства республики. Уровень инфляции в России в 2016 году составил 5,5%. В Чувашии на 1,5% ниже. Цены на продовольственные товары выросли меньше, чем на 3%. Тогда как в России этот показатель 4,5%. По индексу потребительских цен на товары и услуги Чувашская республика среди регионов ПФО занимает 6 место. В 2016 году отмечено снижение цены на плоды овощной продукции. Среди продуктов, которые подорожали за год, молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия. Иван Моторин поручил профильному ведомству продолжить мониторинг цен на продукты питания, а также усилить работу по снижению вывоза сырой молочной продукции за пределы региона. Еще одна тема, которую подняли на сегодняшней планерке – содержание республиканских автомобильных дорог. За полтора зимних месяца выпало осадков больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом сезоне дорожным службам пришлось как следует потрудиться. В среде регионов ПФО занимаетесь за год молочной публике. Подрядной организацией «Водорстрой» привлечены более 100 единиц дорожно-экспортационной техники, оснащенной бортовыми терминалами стандарта ГЛОНАСС. Организована круглосуточная работа дежурно-диспетчерских служб для получения прогноза погоды в режиме онлайн. На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения организована круглосуточная работа для принятия оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Россия Мухаммедов, Республика. На планерке обсудили и проведение православного праздника Крещения Господня. Он пройдет в ночь с 18 на 19 января. Как известно, в это время верующие окунаются в прорубь. О том, как идет подготовка к большому празднику Юлия Важенина. Крещение относится к семи наиболее древним таинствам православной церкви и одной из трех символизирующих духовное перерождение человека. В крещенский сочельник верующие окунаются в освященные воды Иордани, проруби в виде креста, чтобы очиститься духовно. Главные традиции этого праздника связаны с водой. Крещение ежегодно отмечается в один и тот же день 19 января. В этом году это четверг. Около 70 мест для массовых крещенских купаний готовятся в городах и районах Чувашии. Ожидается, что на крещение в проруби смогут окунуться около 17 тысяч верующих. Для жителей столицы Чувашии купели традиционно готовятся в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Всего их будет четыре. В этом году деревянные конструкции купели обновлены полностью. Это перила, основания, боковины из нового материала. Глубина воды в купелях будет где-то метр тридцать сантиметров. Это достаточно, чтобы окунуться. Подходы к купелям. Будут установлены новые трапы. Кабинки в этом году мы сделали, изготовили сборно-разборно из современного, прошлого материала, где предусмотрены вешалки, полки для сумок. Переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. В территорию будут подсвечивать три прожектора. А все желающие смогут выпить горячий чай с выпечкой. Также вокруг купелей будет организовано дежурство спасателей. Медицинские работники будут дежурить. И наши работники, которые будут поддерживать подходы, сами купели в чистоте и порядке. Святая вода помогает справиться с недугами, способствует излечению от многих заболеваний, помогает очиститься духовно, окрепнуть, закалиться, смыть грехи. Именно поэтому многие верующие стараются искупаться в проруби на крещение. Задачу обычно усложняет и без того непростая зима в России. Как правило, на крещение мороз скрепчает. Но чем холоднее погода, тем приятнее окунаться, так говорят опытные люди. И с года в год около купелей выстраивается очередь из желающих. Тем не менее, прежде чем окунуться, нужно подготовиться. Организаторы крещенских купаний и врачи подчеркивают, окунаться в ледяную воду полезно не все. В первую очередь, выдержаться от купаний следует тем, у кого есть признаки сердечно-сосудистых заболеваний или болезни дыхательных путей. А тем, кто все же решился, необходимо проконсультироваться со специалистом. В любом случае, это не должно быть экстремальным моржеванием. Достаточно умыться святой водой из Иордании. Это и будет причастием к святыне и участием в празднике. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В этом году в Чебоксарах должна заработать новая школа. Ее строят впервые за много лет. Как идет строительство школы и других образовательных объектов, проверил председатель кабинета министров Иван Моторин. В микрорайоне Радужный скоро откроется новый садик. Его будут посещать 100 детей. Сейчас на объекте по временной схеме подано тепло. Идут внутренние отделочные работы, закуплены мебель и оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию состоится уже в первом квартале текущего года. А работы по благоустройству территории подрядчик обязуется завершить сразу после схода снега. А на улице Гладково завершается строительство школы на 1100 мест. Школа станет культурным объектом микрорайона. Актовый зал оснащен современным звукой и светооборудованием. Физкультурно-спортивный блок с двумя спортзалами. Бассейном, хоккейной коробкой, футбольное поле и бековые дорожки с искусственным покрытием. Работать со старшими школьниками скоро будут готовы в Межрегиональном центре компетенции в области промышленных и инженерных технологий по направлению автоматизации радиотехника и электроника. Он станет основной площадкой для подготовки членов национальной сборной и команд других субъектов Российской Федерации к участию в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, в том числе и в мировом чемпионате в Казани 2019 года. Уже закуплено оборудование на сумму 140 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета. На эти деньги будут оснащены 18 новых учебных лабораторий и мастерских. Уже в марте Межрегиональный центр компетенции выйдет на профессиональный старт. А вот на объекте в новом городе, где строится детский сад, не так все благополучно. Иван Моторин отметил несоблюдение сроков, недостаточное количество рабочих на объекте, и не выполнение застройщикам финансовых обязательств перед субподрядчиками. Темпы строительства, которые были 2-3 месяца назад, здесь были выше, чем на детском садике в Радужном. И, соответственно, претензии, которые высказываются подрядной организацией, усилить и все обязательства выполнить. На каждом объекте есть свои претензии. Понятно, что объекты должны были быть сданы в полном объеме в текущем году. Но подрядчиками взяты гарантийные обязательства. Я думаю, что за январь и февраль мы все это выполним. Недоступная, доступная среда. Вот чем нередко оборачивается программа, которая направлена на создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к больницам, отделениям почты, банкам и другим зданиям. Подробнее о полосе препятствий под названием «Чебоксары» Ольга Пырочкина. Рост нашего корреспондента – метр семьдесят два сантиметра. Высота человека, сидящего в коляске, в среднем – один метр тридцать сантиметров. А значит, до кнопки вызова персонала, которая бы помогла ему попасть в городской клинический центр, он просто не дотянется. По нормам она должна располагаться на расстоянии восьмидесяти пяти ста сантиметров от пола. Следующий пункт. Церковь в юго-западном районе. Попасть на территорию церкви инвалид-колясочник сможет, а дальше рассчитывать нужно, видимо, только на Господа Бога. Ни пандусов, ни других приспособлений нет. Чтобы набрать сотни таких антипримеров, не нужно выезжать даже за пределы одного микрорайона. Но двигаемся дальше. Железнодорожный вокзал, ворота города для кого-то неприступные. Нарушения начинаются сразу же на парковке. По закону для инвалидов должно быть предусмотрено 10% машиномест. Здесь, согласно знаку, одно. Все было бы по правилам, если бы в общей сложности парковочных мест было 10. Мы, как видим, на данном месте у нас не менее 30 парковочных мест. Нами будет установлен владелец данной стоянки, будет составлен акт выявленных недостатков и будет выдано предписание на устранение нарушений. Предположим, припарковаться удалось. Направляемся к зданию. При подходе к любому объекту социального назначения в первую очередь должна быть кнопка вызова. На контрастном фоне, в доступном расстоянии, в доступном месте. Как мы видим, кнопки вызова у нас нет. Пандус. Ширина между поручнями пандуса должно быть 900 мм. Здесь у нас состояние 1100 мм. Поручни должны располагаться на высоте 70 см, что соответствует нижнему уровню. И на высоте 900 мм. Как мы видим, нижний поручень у нас соответствует высоте, а верхний поручень не соответствует нормам. По мнению эксперта, данный пандус вообще одно сплошное нарушение. Поверхность неровная, разворот. Не на горизонтальной площадке, как положено. Пока колясочник преодолеет все эти созданные для него удобства, может произойти, как в песне. Вагончик тронется, перрон останется. Не так-то просто заплатить налоги и спать спокойно. Кнопка вызова специалиста у здания налоговой по улице Базарная есть. Только не работает. Да, в течение двух дней у нас кнопка не работала. Мы написали там кнопку, что действительно не работает в данный момент. Но мы решили проблему другим путем. У нас велось в виде наблюдения, начиная со шлагбаума до подъезда лестницы. Выходят специалисты. При желании они могут даже оказать помощь прямо в машине. Не выходя из машины, специалист может в машине выйти. Или же мы их помогаем подняться по пандусу и оказываем все услуги. К моменту выхода репортажа кнопку уже починили. Но гораздо больше случаев, когда нарушения исправляются только после выданных предписаний или наложных штрафов. Впрочем, эти меры вряд ли исправят то, что условия для инвалидов у нас создаются во многих случаях условно, для галочки. И наша доступная среда остается недоступной. Ольга Пырышкина, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин. Республика. В минувшие выходные журналисты Республики отметили профессиональный праздник. По традиции День печати объединяет не только представителей газет, но и работников телеканалов, радиостанций, а также представителей IT-сферы. Итоги работы медиаотрасли уже второй год подряд проводили в Чувашской государственной филармонии. Прошлый год для многих редакций проходил под знаком юбилея. Круглые даты отметили в государственной телерадиокомпании «Чувашия», газетах и барах «Тандаш» пять лет. Исполнилось нашему телеканалу. Озвучили и другие итоги. Большинство изданий Республики увеличили свои тиражи. Пока бумажные форматы выдерживают конкуренцию с интернет-газетами. Большая работа была проведена печатными средствами массовой информации по сохранению тиражей. Хорошим подспорьем для редакции стало вхождение в перечень социально значимых средств массовой информации, формируемые Министерством связи России. В 2016 году в него вошли 32 издания республиканские. В первом полугодии текущего года, 2017 года, вот Чувашии 37 уже изданий. А на втором полугодии 2017 года, вот уже сегодня 38 заявлений. Глава республики подчеркивает, что именно благодаря журналистам в регионе сохраняется социальная стабильность и многонациональная культура. Я уверен в том, что в 2017 год, год экологии, год матери и отца, начинайте с чистыми помыслами. Будет очень много интересных идей, позитивных сюжетов. А лучшие из лучших получили благодарности, почетные грамоты и дипломы. Так, награду за лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией вручили продюсеру национального радио Виктору Дмитриеву и редактору национального телевидения Чувашия Анастасии Алангиной. По традиции в День печати называют имена лауреатов и других почетных конкурсов. Премию имени Семена Эльгера в этот раз решили присудить сразу двум журналистам. Победителем стал и старший редактор национального радио Владимир Егоров. Уже не первый год в эфире звучит его проект «Неиссякаемые родники». Передача конкурс среди фольклорных коллективов. А потом в конце года или в начале другого года собирается подэтаживание на концерт-фестиваль. Все участники коллектива. Это где-то 30 коллективов с разных регионов, где проживает диаспора Чувашская. Ежегодный праздник для представителей СМИ проходил под девизом «Время освещать». В День печати в зрительном зале с помощью карманных фонариков зажигались звезды. Глава региона пожелал журналистам профессиональных побед, которые помогут открыть новые имена на звездном небосклоне. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Рассель Мухаммедов. Республика. Летом из Чебоксар можно будет улететь на отдых в Анапу. Аэропорт столицы республики заключил соглашение с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» о двух новых маршрутах. В Анапу самолет компании будет летать по воскресеньям. Как сообщает пресс-служба аэропорта, маршрут в Чебоксарах возобновится спустя 20 лет. Кроме того, по субботам будет организован вылет в Симферополь. Для перелетов будет представлен турбореактивный самолет Як-42 вместимостью 120 человек. Пока данных о стоимости билетов и точного времени перелета нет. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Нордавия» планирует организовать маршрут Чебоксары-Симферополь. В минувшие выходные завершили всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок главы Чувашии и чемпионаты первенства ПФО по легкой атлетике. С 2013 года турнир стал всероссийским. А с прошлого года считается одним из этапов Гран-при России. В этом году Кубок главы Чувашии по легкой атлетике разыграли в 19-й раз. Проведение соревнований в начале года в Новчебоксарске стало доброй традицией, несмотря ни на какие политические течения в мире спорта, отметил глава республики Михаил Игнатьев и пожелал спортсменам не сдавать завоеванных позиций и добиваться новых побед. У главы тренера сборной команды России по легкой атлетике олимпийского чемпиона Юрия Барзаковского особое отношение к Чувашии. А здесь он не раз становился победителем. Очень приятно приемить вновь. Фактически уже на разном изделии. Мы приезжаем вежливы. Мы на соревнованиях, мы на соревнованиях, мы на соревнованиях. И очень приятно приемить со стороны республики. Нам очень приятно. Спасибо за это. В Кубке разыграно 8 комплектов наград. В программу вошли финальные забеги на дистанции 800, 200, 1500 и 3000 метров. И прыжки с шестом. В общей сложности чувашским спортсменам удалось завоевать 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Анжелика Сидорова сохранила за собой титул победительницы Кубка главы Чувашии. Она представляет национальной сборной Москву и Чувашию. Результаты будут учитываться при формировании вызовов спортсменов на престижные всероссийские соревнования «Русская зима-2017». Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин